Друзья, привет-привет! Это теперь уже целая команда Ирины Грачева Рейсинг. Добрый вечер! Сегодня мы проводим прямой эфир для вас. Мне будет в этом помогать Андрей Петров. И Андрей будет модератором этой встречи. Он будет задавать свои вопросы, он будет читать ваши комментарии. И его задача провести эту беседу продуктивно. Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня мы встречаемся с Ириной Грачевой. Долгожданная встреча. Многие хотели видеть ее, что называется, вживую, слышать ее голос после гонки. Наконец мы можем вам это предложить. Я постараюсь ваши вопросы аккумулировать и переадресовывать их Ирине с тем, чтобы она сегодня не отвлекалась от своего, так сказать, основного занятия, от задачи, от рассказа о гонке мини-транзат, отвечая на ваши вопросы. Начать хочу с того, что напомню, все мы видели видео, снятое после финиша первого этапа, на котором Ирина выглядит и уставшей, и разочарованной первым этапом гонки. То есть первые впечатления ее самой о том, что сделано было, были не такие радужные. Сейчас, Ирина, спустя вот уже, наверное, достаточно времени после финиша удалось передумать эти свои грустные мысли? Удалось ли отдохнуть? Удалось ли по-другому, как-то немного иначе взглянуть на то, что происходило с тобой в океане на первом этапе? Ну, я сейчас действительно уже немножечко отдохнула. На самом деле есть такой момент, что отдыхать нужно примерно столько же, чтобы прийти в себя, нужно примерно столько же времени, сколько ты провел в гонке. Для меня это была неделя, семь дней, и, собственно, семь дней я приходила в себя потихонечку, потому что, естественно, как только я оказалась на берегу, тут же навалилась работа. Но сейчас, да, я уже в лучшей форме и уже начинаю потихонечку думать о втором этапе, о стратегии. Не знаю, ответила ли я на твой вопрос, но... В целом, да, в целом, да. Самочувствие, мы знаем, что ты уходила в гонку, опять же, с твоих слов, теперь уже, что уходила в гонку не вполне здоровой. Как сейчас себя чувствуешь? Гораздо лучше. Со здоровьем все в порядке. Немножечко, конечно, мешает вулканическая активность здесь. Все-таки мы теперь уже все покашливаем из-за пепла, которое выпадает, но нормально. Про пепел будет отдельный вопрос, который интересует наших читателей, наших зрителей. А я хотел спросить вот о чем. Мы привыкли уже, что ежедневно на официальном сайте гонки Минитранзат публикуются новости, которые дублируются и, скажем, расширяются на странице Фейсбук официальной, странице Минитранзата. И вот уже неделю нет никаких новостей. В общем-то, люди, которые следят за гонкой, скучают. Не могла бы ли ты восполнить этот пробел и немного выступить в качестве информагентства, рассказать нам о том, что существенного происходит сейчас в Минитранзате, что нового? Есть ли что-то заслуживающее нашего внимания? Ну, безусловно, самое ожидаемое это решение по конфликту, который произошел не между гонщиками, а можно сказать, между гонщиками и организаторами и дирекцией гонки. Из-за того, что многие остановились пережидать холодный фронт и сейчас требуют восстановления результатов. Ситуация, на самом деле, не очень простая. И, собственно, сейчас вся парусная деревня замерла в ожидании решения. Протест был подан в международное жюри и как раз сегодня, в понедельник, они должны его рассматривать. То есть решение мы ожидаем уже через какое-то время. Я могу рассказать, наверное, про эту ситуацию. Да, если можно, напомню, пожалуйста. Все помнят, что люди пережидали шторм на берегу в основном, в убежищах, в укрытии. Ну да, за исключением четверки лидеров и тех двух, кто остался в море. Ну, собственно говоря, в чем конфликт, если он существует? И на основании каких мотивов подать протест на восстановление результата? Я, наверное, не буду рассказывать подробно, как все происходило. Да, это отлично описали журналисты в издании «Типеншафт». Они восстановили всю хронологию событий. Квинтэссенция всего этого в том, что дирекция гонки передала... Ну, во-первых, она передает нам прогноз погоды каждые сутки в три часа по UTC. И этот прогноз погоды сопровождается какими-то важными информационными замечаниями погонки. И о подхождении холодного фронта говорили, да, это не новость. Вот, и говорили, что рекомендуется участникам найти порт-убежище, тем, кто находится в погодных зонах Финистер-Норд, Финистер-Сюд. Вот я давай, может быть, сейчас даже поделюсь экраном и запущу, как выглядят погодные зоны. У нас есть файл. Ирина, еще, пожалуйста, вот этот момент. Была рекомендация, но почему она многими была интерпретирована как не рекомендация, а как указание? Сейчас расскажу. Вот, собственно, вот так вот выглядят погодные зоны, в которых мы находились. И на тот момент, когда подходил холодный фронт, наши прототипы, первые четыре, были уже в погодной зоне порта. Мы были где-то в серединке. Основной флот был по... Я не знала точно, где они есть, потому что нам не передают позицию остальных гонщиков. Нам передают только расстояние до их финиша. Вот, но по моим подсчетам, часть флота, передние, должны были быть уже в зоне Финистер-Сюд. И только, может быть, последняя треть по-прежнему в зоне Финистер-Норд. Надо понимать, что самый плохой сценарий, который может произойти в зоне Финистер-Норд, это прохождение холодного фронта с предыдущими направлениями с юга-запада. Холодный фронт, который запирает, по сути, лодки между вот этой вот запрещенной зоной разделения движения судов, которое выделено красненьким, и берегом, очень высоким берегом. И при таком сценарии там формируются просто огромные волны. При средней высоте волны в море, там нам передают на центр зоны, да, то есть те данные, которые нам передавали на центр зоны, это не возле берега. Если там ожидалась высота волны 4 метра, то у мыса Финистер такая волна будет 8 метров. Вот, это действительно опасно, и действительно во всех учебниках, во всех материалах пишут, что при таком развитии событий действительно как бы строго рекомендуется укрыться в порту. Собственно, это сообщение было бы передано директором гонки участникам, сопровождалось оно еще единственным дополнительным сообщением на трекер, что, собственно, когда приходит сообщение на трекер, это уже является каким-то вот тревожным сигналом в любом случае, то есть это информация, которую точно нельзя пропустить. Слов, французские гонщики говорят, что в французской и английской версии сообщения были немножечко разными, что в английской версии это звучало больше как рекомендуется, а во французской версии это звучало как we ask you. И они интерпретировали вот это we ask you как обязательное руководство к действиям, хотя никакого руководства, что гонка, что это стоп-овер, что гонка будет приостановлена или что все обязательно должны пройти в порт, такого не было. Плюс еще гонщики находились достаточно близко друг к другу, и был большой шум в эфире. Было это французы, кто-то начал предлагать решения, кто-то начал говорить о солидарности, кто-то начал говорить о солидарности тех, кто впереди с теми, кто сзади и сзади, естественно, ситуация будет хуже. Плюс это сопровождалось какими-то штормовыми предупреждениями, которые передавали с берега, передавали службы береговые испанские. И все вместе оно привело к такой вот панике, наверное, можно сказать, и коллективному решению уйти в порт. Хотя, на мой взгляд, даже большая часть флота, которая была в зоне Финистер-Сюд, допустим, у них еще было время оказаться в зоне порта. Там ветер ожидался гораздо слабее, там был абсолютно проходимый прогноз. Но они все решили укрыться, хотя времени было. То есть первые сообщения о рекомендации за эти порты приходили за 36 часов до того, как пришел, собственно, фронт. Вот, кстати, в упомянутой тобой статье изложена такая мысль, что большинство, абсолютное большинство их сменов, ушедших на берег пережидать этот шторм, воспользовались, с удовольствием воспользовались этой стоянкой для ремонта. Практически все провели какой-то мелкий ремонт. И, скажем так, выступать теперь, когда вы с большой охотой воспользовались этой паузой, ну, как-то не очень, наверное, тоже правильно. Да, действительно, это был уже второй шторм в гонке, второй холодный фронт. Первый мы встретили в Бискайе. И у кого-то что-то сломалось, у кого-то что-то повредилось. Действительно, это было. После этого фронта было еще полутора-двое суток достаточно спокойного ветра, когда можно было подчиниться, если есть материалы на борту. И многие воспользовались... То есть есть участники, для которых остановка была в плюс. Кто-то просто плохо себя проявил вот в этой первой части и не очень был доволен своим результатом, и такой своеобразный рестарт дал им больше шансов. Кто-то действительно подчинился. Но в основном французы упирали на солидарность, говорить об этом решении. Хотя, на мой взгляд, с тех пор, как мы покинули понтон в Лиссабле, о солидарности в этом ключе, речи быть не должна. Это гонка, одиночная гонка, которую каждый должен пройти в том состоянии, в котором он смог подготовиться. Каждый затратил разное время свое собственное, разное количество денег и разное количество сил на подготовку. И, на мой взгляд, те, кто подготовились лучше, не сломались, которые прошли первый фонд, и которые достойно могли пройти как Финистер и продвигаться вперед, в чем солидарность останавливаться по сравнению с теми, кто хуже подготовился, может быть, меньше потратил на это сил. Вот. Ну, это мое мнение. Абсолютно согласен с этим мнением. И вот еще вопрос. Ты упомянул о солидарности и даже о призывах к солидарности. А как относится основная часть флота к тому же Меловину Финку, который солидарность не проявил? То есть есть ли сейчас какое-то осуждение в публичное или внутреннее, не публичное, кулуарное его действие? Мне трудно судить, потому что, поскольку я все-таки не француз, даже понимая французскую речь, я всегда получаю примерно 5% информации, которую обсуждают они. Вот. Я не участвую ни в каких публичных разговорах, и прочим-прочим. Естественно, люди обсуждают, но я не встречала такого, чтобы его осуждали, что его решение осуждали. То есть люди скорее склоняются, что действительно он поступил правильно, что действительно это хорошая морская практика, то есть он был уверен в себе, он был уверен в своей лодке, потому что изначально ему шили дело, что подвел весь класс мини, что это не в пути класс мини. Это нотка звучала в обсуждениях на Фейсбуке. Да, но это абсолютно как бы неправильное. Какой дух класс мини в принятии индивидуального решения идти в холодный фронт или не идти? Тем более, что сейчас, как мы выясняем, информация, которая поступила, она могла быть интерпретирована каждым человеком по-своему, из участника. Да, особенно если ты не говоришь по-французски, и прослушать весь информационный шум в эфире, когда начинают говорить французы все вместе, французы, мальчику из Германии, ну извините, достаточно... Он как раз эту ситуацию обсуждал с Карглом, да, что прекрасно показано было в твоем видео. Да, если честно, вот по мне, так вот эта вот вся как бы избыточная информация, избыточные разговоры по ВИЧФ только мешают. Меньше говорить о ВИЧФ, мне кажется. Да, ну вот эта вот связь, она только для экстренных случаев, для обсуждения каких-то вот, ну действительно важных вопросов, ну извините, но не солидарности, когда ты идешь в одиночные гонки. Хорошо, ну вот помимо вот этой ситуации, которая сегодня будем, надеяться, как-то разрешится с помощью решения... На самом деле, извини, переключусь, но мне очень жалко сейчас... Ну не жалко, я очень сочувствую директору гонки Дени и Аннабель, которые передавали прогноз, которые передавали эти сообщения, и как бы в... Я не могу сказать, не было такого, чтобы кто-то сомневался в их компетентности, потому что для них такой опытный человек, но, безусловно, подают протест на них, да, сейчас. На действия в комитете, да? Да. Поэтому мне очень-очень... Я очень сочувствую тому положению, в котором они оказались. Есть тренера групп, то есть у каждой группы, там из Ля Рошель, из Лорьян, есть тренера, и я благодарна нашему тренеру Танги, который высказал мнение, что это абсолютно рабочая ситуация для мини-трансад, что иногда лодки некоторые должны зайти в порт. Не надо принимать коллективное решение в этом вопросе. Каждый должен ориентироваться на себя, на состояние своей лодки, на свою собственную готовность, на свою собственную позицию во время прохождения тяжелой погоды. И такое уже случалось не раз, когда это длинная гонка на лодках, которые, ну, как бы, быстрые, но они все равно не могут опережать погодные системы, да? Они не могут себя позиционировать в погодных системах таким же образом, выбирать свое место, как это делают на Аймоках или даже на классе 40. Вот. Мы иногда становимся заложниками этой погодной системы, и каждый должен принимать свое решение сам. И абсолютно правильно, по его мнению, также поступили Меловин и Кристиан, и дирекция передала то, что происходит, собственно, да, и приближается фронт, да, при таком сценарии рекомендуется укрыться в порту. Тем, кто находится в зоне Кап-Финистер-Норд, Кап-Финистер-Сют. Ну вот, помимо обсуждения этой ситуации, наверное, какие-то еще общие дела или интересные события происходят. Как сейчас вообще устроена жизнь в Санта-Крус до Пальма? Напоминает ли эта стоянка ту, скажем, живую гоночную деревню, которую мы видели в лесах, Бальдалон, перед стартом? Регламентирована ли ваша жизнь? Или все, пришли и отдыхайте, как хотите? Поначалу наша жизнь была регламентирована, у нас было несколько официальных мероприятий с организаторами. Большинство этих мероприятий прошло в присутствии четырех шкиферов, потому что мы, не знаю, четверо суток опередили весь ход и были здесь. Сейчас организаторы гонки в отъезде, ну, собственно, они завершили свои, медиа официально завершили свою работу, сейчас они готовят другие материалы, их сейчас здесь нету. Флот потихонечку чинится, потихонечку небольшие вечеринки проводит, иногда большие, с полицией, со всякими делами. Много народа сейчас поехали на Тенрифе, каждый отдыхает, кто-то работает. У нас тут есть большое шкиферское пространство, где собирается каждый день рабочий класс, класса мини, рабочая часть класса мини, те, кто по-прежнему продолжает удаленно работать. Здесь происходят конвколы, ну, так жизнь кипит. Вот, а так Марине, ну, вот сегодня день такой, все чистятся от пепла. У тебя самой есть что-то добавить к тому рассказу, который я сегодня сделала? И, может быть, какие-то комментарии к своему фильму, который ты подготовила по итогам первого этапа? И был замечательный, кстати, еще мне понравился заголовок «Меллен Флинк и холодный фронт», «Гарри Поттер и дары смерти». Ту статью, на которую ты ссылаешься и которую можно рекомендовать почитать, мы завтра, я думаю, на Фейсбуке, на нашей странице представим и статью, и ссылку на нее, и небольшой ее обзор с комментариями, потому что она действительно интересна. Тем более, что мы будем, да, уже знать решение комитета, комитета по этому вопросу. Я не знаю, я не знаю, когда они представят результаты, но вот есть у нас вопрос, кто-нибудь пострадал ли от холодного фронта? Морально пострадали все, мне кажется, самое большое, что произошло, это люди поняли, что они приняли неправильное решение. Ну вот, кстати, Ирина, к вопросу, продолжая этот вопрос насчет пострадавших. В каком состоянии закончил Тфинг этот этап технически, все ли у него в порядке и пирс кофом? У него была поломка, связанная с этим, с этим штурмованием или не связанная с этим штурмованием? Ты встречалась с обоими гонщиками, знаешь, наверное. Да, я извиняюсь, у меня тут какой-то шум, кто-то запутил, как будто что-то очень-очень громкое. Но я попробую. Справится. Тебя слышно хорошо, Ирина. Мелвин закончил корку, у него не было вообще никаких поломок. Он сразу после финиша, первого этапа, был готов стартовать во втором. Для пирса это прошло немножечко более драматично. Знаете, что это за шум? Это вот покатушка, которая сдувает пепел на какой-то из яхт. Вот, скорее, две. В общем, пирс, он действительно где-то поломался. Мне кажется, для него холодный фронт был гораздо более тяжелым, потому что он его встречал как раз в районе Финистер. Но его поломки, некоторые из его поломок произошли позже. Может быть, это был уже следствие, потому что он встретил такой сильный ветер. Ну, действительно, поломки плывли, но его лодка была в целом в более худшем состоянии. У него более старая лодка и гораздо лучше подготовлена технически. Вулкан засыпало вас всех пеплом. Страдают и яхты, и вы сами страдаете. Дышать, наверное, уже тяжело, покашливать начинаете. Как защищаете лодки, как защищаете свои бронхи и легкие? Вообще, задумайтесь ли всерьез о своем здоровье в связи с этим? Или, так сказать, как обычно, пока не заболели? Если честно, мало кто, ну, люди ходят в масках, мало кто. В масках ходят те, кто убирает пепел в горнике, а кто-то из участников ходит в масках. Пепел падает иногда, ну, на нашу часть он падает, когда ветер. Да, лодки мы защищаем, то есть сейчас уже многие закрывают свои лодки плюркой. Моя лодка пережила два пеплопада. Первый был маленький. То есть это не равномерное осаждение осадков пепельных? Нет. А как-то это не каждый день. Волнами? Да. Происходит не каждый день. И первый раз это было совсем немножко, он такой тренировочный был. Мы, собственно, смыли водой и все на этом закончилось. Второй раз пепел падал наверное больше суток и выпал такой вот ощутимый слой. Вот. По этому поводу есть технология уборки. То есть сначала метод веником, потому что действительно ощутимый. А потом воздуходовка, чтобы продать всякие сутки. Думаю, промывается водой. Не промывается водой сразу. То есть, ну, вы думаете, используется водой с ветераной, с запахной водой, потому что на острове все-таки есть экономия местной воды. Вот. И просто тупо лить из шланга неограниченное количество воды и это вложение к местным жителям. Если уж заговорили о лодке и ее готовности, ты в своем интервью после гонки говорила, что лодка в этот раз к первому этапу регаты была подготовлена очень хорошо и практически без поломок обошлось у тебя в море. Тем не менее, что-то нужно доделать, переделать, исправить, улучшить. В техническом плане какова готовность лодки сейчас ко второму этапу и что еще предстоит сделать? Вот в этот момент я должна постучать по дереву, потому что как только говоришь насколько хорошо ты готов, тебя что-нибудь ломается. Ну, действительно, я ничего не сломала. Я сломала одну вещь, сломала данный буй. он у меня отцепился на двух точках, крепится, одна точка отцепилась, там такой пластиковый карабин, и видимо, когда у меня был то ли брочен, то ли просто сильный поток волны через борт расцепил этот карабин и сломался шток дангуя, это карбоновая уточка, вот, собственно, мне ее надо заменить. И все. А так мы хотим немножечко еще оптимизировать, то есть мы же готовили лодку до самого последнего момента и некоторые новшества не успели испытать, и сейчас надо немножечко оптимизировать, то есть чуть-чуть получше закрепить солнечные панели, какие сделать механизмы для стопоров, для фиксации стопоров, ну так, по мелочи. Вот, так все хорошо. Спасибо. Пожалуй, самый глобальный такой вопрос, это вопрос о стратегии гонки. Ты, кроме того, что ты сама считаешь своей сильной стороной подготовку и разработку стратегии на предстоящие гонки, используешь для этого много разных инструментов для ее подготовки. А вопрос состоит, то есть то, что ты способна стратегически выиграть в гонке демонстрировала уже не раз. существует ли такая возможность и делаешь ли ты проработку возможных стратегий своих соперников? То есть можешь ли ты, опираясь на технические характеристики их логов, вот как предлагают на полярные диаграммы, если они известны соперников, предположить, как они будут вести себя в тех или иных условиях и использовать это при подготовке своей стратегии? Делаешь ли ты это? У меня нету поляр других лодок. Я думаю, что моя поляра есть у всех. Потому что я уже пятый или шестой шкипер на этой лодке. Уверена, что так или иначе поляра попадает в доступ не общественный, но так или иначе моя поляра я уверена, что есть. Но я не думаю, что ее можно так уж прямо использовать мне во вред, скажем так. Ну да, можно посчитать мою стратегию. Вернее, не мою стратегию, мой роутинг можно посчитать, но никто не знает, как я поведу стратегию на самом деле. И никто не знает, насколько я пойду процентов от своей полярой. То есть вот такие тонкости может и не учитываться, а в целом все знают тоже, что и ты сама об этом много раз говорила, что лодка твоя не особый ходок в чистый ричинг при сильном ветре. По сравнению с новыми, опять же. Да, да. Особый ходок по сравнению со многими, но по сравнению с новыми более стабильными проектами, да, действительно. Как соперник может использовать эти знания? Да никак, просто знает о ричинге, Ну да, он же не будет исключать какие-то свои курсы специально другие накручивать, чтобы тебе посолить. Нет, абсолютно точно нет. Мы все идем в соответствии как бы со своими представлениями, как именно мы быстрее всего пройдем эту гонку. Это в первую очередь. Опять же, океанская гонка строится примерно таким же образом, как и гонка на короткой дистанции, только там ее этапы будут немножечко по-другому, по времени распределяться. То есть после старта, перед стартом у тебя есть какая-то определенная стратегия на плане, да? И вообще все мы делим на тактику и на стратегию. Стратегия как бы глобальная какая-то, глобальные твои решения занимать там ту или иную позицию справа, слева, восточнее, западнее, в какой момент поворачивать, там вот это вот все. тактика это уже как ты реагируешь и модифицируешь свою стратегию в зависимости от того, как ведет себя соперник. И исходящая информация от ее обновления. Наверное. Я думаю, что для меня лично тактика связана с другими участниками, которые есть на дистанции. Стратегия это мое личное представление о том, как я пройду быстрее всего маршрут. и в любую гонку каждый спортсмен начинает со стратегии. То есть ты так или иначе определяешь, какой части дистанции ты хочешь быть, и в первую очередь в самом начале ты начинаешь разыгрывать свою стратегию до какого-то определенного момента. В какой-то определенный момент каждый из участников занял свою позицию на дистанции, то есть как в шахматах. Каждый занял какую-то выстроил свою фигуру каким-то образом и дальше уже действительно начинают реагировать на поведение соперников. То есть допустим я дошла до какой-то своей контрольной точки, пошла на запад или на северо-запад и дошла до какой-то своей контрольной точки, что для меня является моментом в этот момент я должна повернуть. Ну как был момент поворота от первого фронта на юг к испанскому побережью, например? Ну там было все понятно, мы находились перед холодным фронтом и мы собирались по ротингу предоставленному нашими тренерами, которые просчитывали, то есть каждый получил информацию от тренеров, каждый посчитал свой ротинг сам и информация была достаточно однообразна, то есть нужно было идти в сторону фронта и поворачивать, идти вниз. Вот видно там в верхней картиночке вот здесь два ротинга, один на пополярье прототипа, один пополярье серийки, желтенький это прототип, зелененький это серийка, видно, что оба они идут в сторону фронта. Фронт несет с собой смену направления ветра, то есть классический фронт в этой части начинается с преобладающих юго-западных направлений ветров, которые усиливаются, 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 потом проходит холодный фронт и направление ветра становится там западным, северо-западным, то есть меняется достаточно сильно. И классическая техника прохождения фронта, это ты доходишь до момента смены ветра и поворачиваешь. Происходит момент смены ветра очень-очень резко, тебе не нужно как бы ждать, не постепенно поворачивать, поворачивать сразу, как правило. Вот, в данном конкретном случае мы ожидали, что вот эти вот сильные ветра и фронт, они пройдут достаточно быстро, а после этого было пятно слабого ветра и была продувка вдоль побережья Испании, снизу, уже с восточного направления. И наша задача была не попасть в пятно слабого ветра. Вот, видно, что в середине Биская формируется вообще такая локальная зона высокого давления с хребтом. Наша задача была пройти мимо, то есть пройти его как можно скорее вниз и подхватить уже северо, начиналось с севера, потом северо-восточный и потом восточные ветра. Вот, поэтому задерживаться вот там в зоне фронта не было никакой необходимости и для меня все было просто. Я должна была повернуть до фронта. То есть пока еще не произошло или момент фронта, пока еще не произошло изменение направления ветра, чтобы начинать спускаться вниз. Я, когда начала спускаться вниз, так же, как и Тангит, так же, как и Кьер, мы еще не попадали в мыс Финистер, мы спускались куда-то там, ну, не в центр Испании, но куда-то там, типа на юг, совсем на юг, с направлением 180. Ну, это все было тоже понятно, потому что потом ветер должен был заходить на север и так далее, и постепенно наш курс выправился, а потом мы вообще начали лавировку на форме, да, то есть мы не попадали на Капфинистер уже, потому что это было слишком полно. Вот, и задача... Кир, извини, пожалуйста, а попутный вопрос спрашивают, что такое холодный фронт, то есть, ну, если в терминах циклон-антициклон, пояснить этот момент. ну, в терминах циклон-антициклон холодный фронт это такое явление, которое очень часто сопровождает циклон, то есть формируется от зоны низкого давления в, как правило, в нашем полушарии в ее южной части. На самом деле, чтобы понять, что такое холодный фронт, я бы порекомендовала погуглить, потому что у нас не лекция на тему метеорологии, все шутки. Да, и на самом деле мы эти вопросы уже на всяких разных семинарах тоже открывали не раз. Информации очень много, но суть в том, что холодный фронт, он идет очень часто еще за теплым фронтом, и вот теплый воздух, на него наползает холодный воздух, здесь формируется определенные атмосферные явления, связанные с облаками, с циркуляцией воздуха, формированием туч, выпадением осадков и прочим, 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 и все это вместе с собой несет такой как бы, ну, это не грозовой фронт, там, как правило, гроз нету, бывает, но на севере нет, но это такие вот облака с срывами потока фетра, которые несут шквалы, сильные шквалы, в зависимости от того, насколько активен фронт, то есть фронт может быть активный, может быть просильный, может быть разрушающийся, может быть там какой-то фронт окклюзии, в общем, разные-разные варианты. Вот, и в активном фронте в суперактивном фронте порывы ветра могут достигать много. Вот, я проходила фронты с порывами ветра 60 узлов, здесь на каплинистр обещали 50 узлов, фронт, который мы встретили в Бискайе, был фоном 30 порыва, на самом деле 35 порыва, 40, 48, такая вот штука. Спасибо. Так, я немножко... Ты дошла до элемента тактики или тактическое решение лавировка на Фордовинт у вас шла? Да, да, вот, собственно, пошла уже лавировка на Фордовинт, и задача была спуститься с этого холодного фронта как можно быстрее, то есть не задерживаться в нем, каждая проведенная минута излишняя отделяет тебя от встречи нового ветра, вот этого вот восточного, который пришел через сутки полутора. Но ты уже должен спрогнозировать себе вот эти сутки полтора в тот момент, когда встречаешь фронт. Вот, для меня было понятно, что я должна повернуть первое до холодного фронта, я его видела глазами. Все было просто, это было еще дневное время, как раз перед закатом я увидела глазами фронт, он видный, прям видно. Идет фронт, ни с чем не перепутаешь. Моя задача была повернуть до, поскольку я еще была больная и не очень в хорошей форме, мне хотелось повернуть до того, как дунит 35, потому что повернуть 35, это как-то, ну так себе, до темноты, до того, как дунит 35 и до того, как придет фронт. Я все это увидела, повернула и спокойно себе поехала вниз. Вот, потом был ричинг, на чем оторвался пьер, это на ричинге, потому что после того, как прошел холодный фронт, поменялось направление ветра, у нас идет ричинг какое-то время, и понятно, что в ричинг они идут гораздо быстрее. Я удивилась, что в танки не оторвался. Ну, опять же, если вот мы тоже смотрим вот эти все прогнозы, видим, показываем мы там скорость ветра, и такое ощущение, что недостаточно для выхода на крыло, судя по его скорости, он все-таки на крыльях идет. Он не идет постоянно на крыле, такого не существует в классе мини, нельзя все время идти на крыле. Минник идет на крыле недолго. То есть, это не как яхта Кубка Америки, которая всю, прошла гонку на крыльях, все нормально, чуть-чуть легла, значит, проиграла. Попробуйте найти хоть одно видео мини на крыле больше 10 секунд. То есть, это постоянные попытки, да, выхода на крыло? но и опять же, сейчас крылья, они служат не для того, чтобы поднять целиком яхту, чуть-чуть ее все понимают и загружают. Немножко другая история. Окей. В продолжении, Ирина, вопрос о стратегии, опять же, задаются уже наши зрители. Вот такой отрыв первой четверки от остального флота. Как повлияет на стратегию на трансатлантический этап для вас? Не для вашей борьбы между собой, а для вот борьбы внутри всего флота. Можно расслабиться, условно говоря, или как вы учтете этот отрыв от остальных? Как мы учтем? Я думаю, что никак, стратегия у всех будет одна. Статуем первыми и наращиваем отрыв. Ну, все примерно одна стратегия. Вот. На самом деле, невозможно как бы что-то учесть и как-то расслабиться. Во-первых, у нас все еще четыре. Вернее, можно сказать, их три я догоняющий, потому что если будут устойчивые фасаты, то мне трудно будет. Что уж там сказать, если устойчивые, сильные фасаты, у меня нету преимущества, скажем так. Когда идет сейлинг к ВМЖ, то есть, когда мы идем чисто на фрадокал, веруемся на фрадокал, у меня, может быть, нету и потерь, но преимущества точно нету. Поэтому вот их трое, потом я. А про остальных будет зависеть от того, как сейчас примет, какое решение международное жюри, вычесть их время, остановки из общего времени или нет. Но в любом случае, даже если им вычтут время, там достаточно большой отрыв просто по скорости у нас получился, потому что мы успешно прошли Финистер, нужное время. Никто не застрахован от каких-то происшествий, от каких-то поломок, и нейтрализация поломки может стоить любому участнику там, не знаю, сутки, несколько часов в сутки. Вот, никто не знает, с кем что произойдет, поэтому все должны идти на максимуме. То есть не стоит держать в голове эту фору, которую ты имеешь. Не надо. Не стоит. Делать, делать, что можешь. Понятно. Ирина, тогда, предлагаю так, подытоживая первый этап, результаты первого этапа, вот, есть вопрос, насколько ты, ну, я его так еще перефразирую, насколько ты уверена в том, что вот это вот итоговое отставание от тройки, назовем так, призеров первого этапа, следствие вот техника погодных факторов, а не твоей усталости и накопленной усталости и болезни, с которой ты прошла Финистер. А все вместе сложилось, на самом деле. Да, все вместе, ну, я действительно объективно очень устала и, может быть, там, я могла первую ночь после самого Финистера чуть получше себя вести, но мне нужно было отдохнуть. А потом, вот, ну, да, с походой. Ну, собственно, да. Ну, сейчас уже можно сказать, что я там, я зря сходила к Лиссабону, на тот момент я еще боролась, но сейчас уже можно, там, ну, когда ты смотришь на то, что произошло, на самом деле, это действительно зря сходило, но... Ира, ну, как рассматривать, зря не... Василий Алексеев наглядно в цифрах проанализировал эту ситуацию. На тот момент у тебя отставание наращивалось. Вот, в результате ты сходила, да, так сказать, не приобрела, не реализовала то, ради чего ты это делала, но получил, наверное, чуть-чуть более свежий ветер, отставание-то перестало нарастать, во всем случае отставание не станги, который улетел потом, а с Пьером и с Фабием. мне кажется, я последние сутки даже отыграла. Просто последнее, что я получала информацию, там у нас была разница около ста миль, это был последний прогноз, там, за сутки до моего финиша, чуть больше, чем сутки, и мне кажется, что я все-таки отыграла. в том-то и дело, поэтому ты себя постоянно коришь за этот левый поворот к Лиссабону, а почему не стоит? Было решение, а одно из, на самом деле, хватит уже. Вопрос, бывает ли страшно одной в открытом океане, и как ты с этим борешься, когда бывает страшно? Ну, когда бывает страшно, это значит, что уже все совсем пошло плохо. Как с этим бороться? Ну, не знаю. Есть разные техники, на самом деле, страшно бывает. То есть реально бывает страшно? Ну, а что, вы что, все такие бесстрашные? Я вот нет. Мы не были в таком океане, на таком, на шести с половиной метров. Страшно бывает всем, на тремаранах людям страшно, и ногам людям страшно, то есть у каждого просто наступает какой-то момент, когда ему страшно. В этой гонке его не было, там, в первом фронте мне было нормально. Ну, конечно, ты переживаешь, ой, блин, сейчас, блин, 48 узлов, сейчас что-нибудь вылетит. Ну, ты переживаешь, но это не такой вот, не панический страх. Ну, то есть это боязнь за поломку, за матчасть скорее, да, чем за то, что это все, караул тонем. Или все вместе? караул тонем такого не со мной не бывало. Слава Богу. А какой, ну, еще один вопрос в связи с этим, как продолжение всех двух предыдущих. Какой ветер самый любимый? Я люблю... То есть какой ветер тебе хорошо? Мне нравится 7-10 узлов. Ну, 12. Направление? Сейчас уже неважно. Раньше я любила больше лавировку на мини, потому что, ну, это очень стабильный курс. Вот, на Фордока тебе приходится очень много внимания уделять и рулежки, и настройки. Ну, вообще гораздо больше внимания. Вот, он такой более нестабильный. Сейчас уже побыстрее бы. Побыстрее бы. Побыстрее бы. Понятно. В одном из твоих видео, опубликованных еще до старта первого этапа, ты рассказывала, ну, правда, скользь, по питанию. Про разные аспекты питания. Вот сейчас спрашивают, все ли в порядке, хватило ли еды, как питалось. Еды хватило. Питалось, как обычно, аскетично. Я не очень люблю разнообразие в питании. Один пакетик фриз драйд сублимированной пищи. Ну, сколько я съела? Я съела две пачки печенья, несколько пакетиков этого леофейсиоза фриз драйд. По-моему, три яблока, два апельсина. Две упаковки консервов птиный паштет. Три баночки с горошком или там кукурузкой или такие. Сосиски принялись? Да, сосиски съела. Сосиски съела, но я их уже доедала, чтобы не испортились. Мне было жалко это же сосиски. Насчет одной в океане. Правда, что бывают переутомления, глюки, зовет голоса? Голоса? Бывает. У меня вот в такой длинной гонке уже не бывает. Вернее, могло бы быть, наверное, если была бы там ситуация, что надо действительно очень долго сидеть и рулить. Но в этой гонке так не было. Я в этой гонке вообще очень много автопилота талант. То есть ричинг, он весь был автопилотный, потому что он был такой без ажиотажа, спокойный достаточно. Автопилот хорошо справляется, лучше меня. А тем более лучше меня, когда я устала. Лавировка понятно, что автопилот, как правило, выглядит лучше. На Фордака я рулила, да. А бывает, но у меня было в моей практике два раза, когда я очень сильно уставала, но больше в коротких гонках, потому что там ты вообще не спишь. Бывает, что ты не спишь сутки, двое. слишком много всего происходит, слишком много смены событий, слишком много участников вокруг, слишком много берега, камни, рыбаки, слишком много опасностей. В коротких гонках там 200, 300, 500 миль ты, бывает, не спишь долго. У меня бывало такое. Ну и когда я, естественно, без электричества ходила, ну когда шла без электричества, когда у меня был блокалт, там я тоже что-то очень устала. А сейчас все было хорошо. Какой процент времени, ну скажем так, лодка идет на автопилоте, какие у них ты рулишь вживую сама? Все очень сильно зависит от условий. То есть бывают такие условия, когда действительно лучше отдать автопилоту и не тратить свои силы поэкономить их, а бывают сложные условия. Например, сейчас мы шли, у нас очень был порывистый ветер, последние там двое суток до... Вот как Мадейру я прошла, то есть после того, как прошел у них там где-то холодный фронт, у нас, видимо, все-таки долетел какой-то там кусок и были тучи, особенно ночью, тучи со шквалами. Когда приходит туча, и теперь там резкое усиление ветра приходит. Вот. Я, соответственно, со всем этим наблюдала, провела на палубе все время, пока были тучи, и ночью тоже. То есть вот когда такие нестандартные условия, когда, ну, заходы ветра постоянно, ты идешь, вроде дует ровно-ровно, чик заход. Вот. Но я не смогу сказать, что я все время на руле сижу в такой ситуации. Иногда ты успеваешь, ты просто как бы автопилоту даешь задание как отрубить. Валиваешься, приводишься вместе с ним. До того, как он среагирует, ты уже ему как бы немножечко вперед помогаешь. В океанских гонках нельзя сказать, что победит, ну, скажем, лучший рулевой. Да. Нет, победит лучший менеджер. Лучший менеджер своей ситуации. Нет, на самом деле на лодке ты не рулевой, ты в меньшей степени рулевой. То есть победит лучший менеджер не проекта, а лучший менеджер лодки, но лучший менеджер проекта, который лучше всего готовился заранее, который разработал и ведет хорошую стратегию, который вовремя меняет паруса, который вовремя реагирует на какие-то изменения, который правильно и грамотно управляет своим отдыхом и сном. Это, в общем-то, ты не столько рулишь на лодке, сколько ты все управляешь процессом во время одиночной булки. Вопрос, тоже касающийся первой части, медицинского характера. В фильме ты показывала, что у тебя запястья страдали от морской соли на обеих руках. Насколько это типичная болезнь для гонщика? Ситуация вот с разъеданием соли. То есть, насколько это стандартная, в кавычках, а может и не в кавычках, штука при многодневных гонках. Все ли страдают от этого или нет? Все. Вот второй этап будет просто трэш. Потому что будет жарко, и ты иногда в Непроме очень жарко. То есть, ты выходишь на палубу, в шортах, в футболке, может быть, в каком-то лонг-сливе, чтобы защититься от солнца. Но, как правило, в шортах. Садишься, тебя прокатило волной, тебе вроде бы ничего, потому что ты освежился, все такое. Но на самом деле постепенно ты достаточно много времени проводишь в влажной одежде, на покрытии, покрытом соль. И очень быстро начинают формироваться раны на попу. Все приезжают... Вот попа – это основная болезнь трансаплантического этапа. И мне кажется, что когда люди говорят про опыт у них, особенно, что у них попа в ракушках, что попа у них не в ракушках, извините, в прыщах. В прыщах и ранах. В разъеденных солью волдырях, да. Да, вот, поэтому я уже спаслась такими бинтами, которыми можно приклеивать. Пользуемся детским тальком. А заранее сделать ничего нельзя? То есть уже уходить, ну, там, перебинтованными, условно говоря. Ну, можно, наверное, но сколько это все продержится. Но бинт, когда намокнет, его все менять надо. То есть специально никто не придумал еще, медики не придумали. Только устранение последствий этого уже всего. Ты либо не мокнешь, либо придумываешь как-то, как уже вот эту влажность нейтрализовать после. Интересно, если не про одиночников говорить, вот эта вот ситуация с намоканием у других океанских гонщиков, кургосветчиков, у тех, кто идет в Volvo Ocean Race, то же самое, не обсуждалось вообще плотом? Я не знаю. Я не знаю, сколько они сидят вот реально на палубе в мокром. Потому что, ну, мини – это мокрая лодка, маленькая, мокрая лодка, у которой высота борта 0,75. Она очень близко к воде. Как-то впервые эту ситуацию увидел, вот сейчас увидел. Сам тоже никогда не обращал на это внимания, никто не рассказывал так, пристально на этом внимание не акцентировал. проявляется только в длинных гонках, именно океанских. Причем на Азоры, когда я ходила, ничего не было. Азоры у меня как-то прошли, я первый раз встретилась с этим в первом транс-сайте, второй раз в втором транс-сайте. Хорошо. Опять задам такой уже серьезный вопрос в перспективу. Вот сейчас сколько до старта? 10 дней примерно осталось. Есть смысл уже сейчас планировать что-либо, отталкиваясь от метеопрогноза? Есть вообще какой-то заслуживающий доверие такой длительности метеопрогноз? Можно ли уже говорить о формировании стратегии на основе его? Слушай, ну, если честно, про стратегию пока рано говорить, потому что, на самом деле, вот в это время, конец сентября, октябрь, пассаты начинают формироваться. Иногда они формируются хорошо, иногда они формируются плохо, иногда циклоны вытесняют центр высокого давления и спускаются вниз. Иногда, наоборот, центр высокого давления, вот этот азорский, классический, очень сильный и широкий, как в прошлом транс-сайте было. Висел там просто этот центр высокого давления и у нас была стабильная стратегия на пассаты, именно на южный маршрут. Вот, сейчас я, естественно, смотрю каждый день Винди-ТВ и сравниваю GFS и европейскую модель. Вот сейчас у меня включено с порывами, то есть я смотрю именно на порывы, потому что мне интересно смотреть, насколько порывистый тоже будет ветер, а не среднюю скорость. Вот, соответственно, я смотрю, как это двигается сейчас. Десять дней это очень далеко. Большое, на плечо. Сейчас видно, что пассаты формируются хорошо, что это стабильный поток, что пока что это тоже южный маршрут, что вот эти акселерации у Канарских островов работают. Вот они, Канарские острова. Я, собственно, наблюдаю за тем, как распространяются тени от Канарских островов при изменении различного направления и силы ветра, потому что мы вот тут наблюдаем последнее время, у нас нету ветра вокруг, нету акселерации, да, но, как правило, она бывает. Если посмотреть, вот здесь вот, Ла-Пальма, один из самых северных островков, и есть акселерация между ней и двумя маленькими нижними. Вот, соответственно, я уже потихонечку начинаю думать, как пойдет гонка. Смотрю вот эту вот динамику, смотрю глобальную динамику. Вот. Вот, это сейчас вот 23-е показывают, и видно, что поток стабильный, да, вот, но в любом случае будет очень интересно, насколько можно идти по прямой, то есть, насколько будет выгоднее пройти кратчайшую дистанцию и так называемый прямой маршрут, да, или все-таки спускаться сильно южнее и идти с более сильными ветрами, но не по прямой. Вот, еще же бывает сценарий на северный маршрут. Скорее всего, в этом году северного маршрута не будет, потому что, вот, ну, достаточно далеко от нас проходят циклоны, но такой сценарий тоже бывает, иногда северный маршрут это самый непростой стратегический сценарий, но иногда он выигрывает, если удачно пройти. Вот, так что вот, состояние 26-27, например, показывают ричинг и практически ру-директ, то есть езда по генералке с ричингом, То, что ты любишь, да? Ну, может быть, я и удачно могу пройти. Вот, видно, что спускается какая-то штука вот там вот с севера. Ну, в общем, посмотрим. В любом случае, возможно, это будет интересно. Я надеюсь, что это будет какое-нибудь, что-нибудь интересное, что-нибудь такое вот, на чем можно поиграть. Скажи, пожалуйста, а вот опыт твой двухлетней давности участия в Мини-Транзате, он тебе много сейчас дает при планировании трансатлантического этапа? То есть, обладая нынешними знаниями, ты бы свой прошлый, например, этап по-другому ли строила? Да. Да? В первый трансат я шла, я еще боялась сильных ветров. Я еще не знала, как я буду себя вести там, знаешь, в постоянном ветре типа 30. Вот, сейчас я уже не буду бояться таких ветров и пойду буду пытаться получить от них пользу. Мне кажется, что как раз при более сильных ветрах мы все более равны, когда ветер как бы совсем сильный. Мы все более равны, чем когда ветер сильный, но мне им еще хватает остойчивости, а мне уже нет. Вот это мне не очень нравится. А когда нам всем одинаково не хватает остойчивости, по-моему, я просто заметила, что когда мы шли после гибания Капфинистер, там же была акселерация стандартная, там раздувало вот так вот. Единственное, что она достаточно быстро прошла, и мы были вместе с Тангием. Мы были с ним на расстоянии там видимости 4 мили друг от друга. И в ночь, когда мы вошли, мы уже были под год 5, потому что было сильно, не потому что было остро, а потому что было сильно. И мы шли с ним достаточно долго с одинаковой скоростью. Просто с одинаковой скоростью, когда дулось сильнее. Когда чуть-чуть подстегло, он пошел быстрее. Ну, то есть, на самом деле, вот этот опыт первой гонки, он не только знаний прибавляет, навыков, понятное умение, но еще и такой абсолютной уверенности, да, смелости. Замечательно. Вот задают вопрос наши зрители. Стэн Ханни говорил, что он использует исторические HD за последние 15 лет плюс минус 5 дней от времени старта. Пробовали ли вы этот подход? В одном из комментариев уже у тебя шла дискуссия по поводу подхода вот этого вот к выработке стратегии, который рекомендует этот. Я так и не посмотрела видео, которое мне порекомендовали, потому что мне на самом деле очень мало времени, я сейчас пытаюсь как бы разгрузить себя, я не могу на данный момент я не могу в себя вложить больше новой информации, чем у меня есть, потому что я очень устала за последние два года. Очень устала. Вот. И я знаю, что есть подход изучать последние годы, вот это вот все, но если честно, мы же получаем прогноз и информацию от Рейс Комити каждый день и все равно я скорее буду реагировать на это, чем на какую-то как бы статистику. Ну, что в общем-то тактически наверное правильно. Вот, да, поэтому вот мне сейчас так проще, я просто наверное не могу на данный момент я не могу сделать там значительный скачок в своем подходе или значительно апгрейдить свои знания на данный момент, да. Я сейчас вот выхожу с тем, что смогла накопить на данном этапе и пытаться как можно лучше интерпретировать ту информацию, которую нам дают организаторы. со стороны пока очень хорошо смотрится. Посмотрим. От ошибок никто не застраховывается. Да, и мои конкуренты собственно у них со стратегией тоже все хорошо, они же опытные гонщики. У Танги это третий трансад, причем он занимается парусным спортом профессионально, то есть его деятельность у Пьера это второй трансад, он работает метеорологом, профессионалом метеорологом. У Фабио это второй трансад, у Себастьяна это по-моему второй или третий, но он в классе мини там уже больше десяти лет. Это те, кто наши соперники за нами. Вот, то есть тут как бы все такие мастодонты. Ну, Пьера, как ты сама говоришь, стратегия на вторую часть была совсем простой, да, по прямой на финиш рассчитывая только на скорость. Не шибко тут премудрость то какая-то нужна. Он правильно прошел, он хорошо очень прошел Бискай, он же вышел очень впереди нас. А где он, кстати, на чем он проиграл первую позицию? Он проиграл на том, что заехал в зону штиревых ветров. Это то, что я обходила с Сабона. Что он не учел? Почему так можно заехать, зная прогнозы? Я не знаю, может он не смотрел в барометр. Там в барометр можно посмотреть. на графике. Конечно, предположить. На циферке надо было смотреть и сравнивать их с тем, что мы говорили. То есть, там было важно, насколько близко или далеко от центра давления высокого ты находишься. а это тебе говорит барометр. Понятно. Ну, просто ты его похвалил и так. А тут сразу барометр не посмотрел. Ирина, коснулись прошлого транзата, который ты прошла на совсем другой лодке. После этого два года было занятие уже на прототипе, на конопусе. Можешь так в нескольких словах, не то, чтобы даже сравнить. Понятно, что трудно сравнить эти лодки, они разного класса. Одна значительно новее, другой более того. тебе самой вот сейчас сначала было тяжело, ты говорила. А сейчас, если уже два года прошло, ты уже первый этап транзата сделала на ней. Какая тебе по душе больше? Конечно, что побыстрее. Знаешь, когда ты что-то делаешь на лодке, она реагирует на тебя, прямо реагирует. Это очень здорово. Когда ты действительно понимаешь, что ты сейчас можешь кучу всего изменить. Сейчас ты там, у тебя поменяется немножечко там сила ветра, ты мачту завалишь. Поменяется курс относительно ветра, там ты еще что-нибудь сделаешь. Швер достанешь, или наоборот поглубже поставишь. Мачту завалишь, имеешь в виду наклон мачты, да? Не полностью. не полностью. Не очень быстро получается идти, когда полностью мачту заваливаешь. То есть, когда ты можешь работать самочастью, когда у тебя есть много чего, что ты можешь поменять и настроить, можно очень сильно ошибиться, а можно очень сильно выиграть. Мне нравится, когда можно много чего настроить, когда ты прямо чувствуешь эту отдачу. А ты более надежной? Какую лодку ощущаешь? Ну, Кашаса была более надежная, безусловно. Более надежная? Да. То есть карбон хрупче или как? Почему? Ну, если честно, мою лодку вот нажмешь пальцем и оставится отпечаток. Там очень тонкий. Там не знаю сколько. Два миллиметра, наверное, между корки сэндвича примерно по два миллиметра. Понятно. То есть, ну, он действительно как бы хрупкий и вот уже не серийная лодка, то есть там нету таких вот серийных каких-то решений, да? Ну, мне кажется, прототипы тоже надо надежно делать, чтобы гонщикам не страшно было. Знаешь, надежные прототипы тяжелые быстро не пойдут. Тяжелые, понятно. Тут как бы такой баланс между надежным прототипом и легким прототипом. Вообще, ты же знаешь, что есть такое мнение, что гоночная лодка должна дойти до финиша и развалиться. Это про ракеты так говорят. Ракета должна отслужить свой срок и распасться элемент, да, ступень ракеты. Потому что если нет, значит, ее переутяжелили. Если этого не произошло, значит, лишняя масса. Ты, так сказать, экстраполируешь напарусный спорт. Ну, может быть. Это вообще всю тему про от кашасы к конопусу завожу. Для чего? Чтобы спросить то, что, опять же, интересуются люди. Шаг вперед, выше, дальше. Не хочешь ли совершить больший класс, большего размера лодки? В голове вертятся такие мысли? Я бы очень хотела. Коротко ясно. Конечно. Да, надеюсь, что всем достаточно. Но вопрос, как это сделать, потому что это же не так просто. Даже эти два проекта реализовать было очень непросто. Это было огромное количество усилий. И сразу скажу, что, наверное, три четверти усилий ушли на медиа. и на то, чтобы рассказывать об этом проекте, на то, чтобы вы об этом узнали, и на то, чтобы вы меня поддержали. Вот. На это ушло примерно три четверти усилий. Остальное – это были гонки, подготовка лодки. Потому что оказалось, что работа, чтобы создать проект, чтобы быть менеджером проекта, чтобы создавать все эти материалы, чтобы привлечь тех спонсоров, чтобы отработать для спонсоров, чтобы они были довольны. Они не всегда довольны. Иногда делают замечания. Это все, блин, это все огромная работа, которую мало кто видит. Ну, почему не видит? Все же видят, насколько уникально ты делаешь объем вот этого всего видео и интереснейшей информации выкладываешь. Слушай, почему-то кто-то всегда считает, что кто-то это делает за меня или что… Как это? Ну, знаешь, есть такая тема. Когда у меня появился спонсор ПАВ, и мы стали писать, проект поддерживает ПАВ Яхтинг Фундейшн, вот, меня ставили ставить, о, ну типа, ей все легко, ее уже поддерживают. А то, что я как бы… Более того, зачем тогда гоняться, если там все решено уже. А то, что я как бы работала, как мол, чтобы этот спонсор у меня появился и продолжая работать, потому что у нас ПАВ как раз негласный контракт на то, чтобы я рассказывала о проекте, потому что ПАВ хочет, чтобы яхтинг в России жил, развивался и все такое. Собственно, зачем мы все это делаем? Вот. Ну вот, глядя, на самом деле, я посмотрел последнее видео, которое было снято по поводу твой отчет по первому этапу. Ну, это уже профессионально. Ты же все сама делаешь. То есть расскажи людям, что за тебя не сидит там монтажник какой-то, так сказать, в студии делает все. Нет, мы ничего не делаем. Делает вот все сама вот эта девушка по имени Ирина. Вообще сама. Профессиональный монтаж, отличная съемка, очень интересный рассказ. И последовательный, и содержательный. Спасибо тебе большое за это. Это действительно интересно, познавательно. И после этого хочется идти в мини-транзат самому. Вся работа вдохновляет твоя проделываемая. Она действительно занимает много времени. Три четверти, ты говоришь, из всего проекта. Но она нужна. Я представляю, сколько людей, сколько там молодежи, не говоря о детях, если они вдруг смотрят. Совсем молодежи. Захочет поучаствовать в океанских гонках. Это здорово. Да, в общем, мы понимаем, что если мы говорим о более старших классах, то тут уже нужен просто действительно очень надежный партнер, очень надежный спонсор. Нужен менеджер команды, нужна команда. Я уже посчитала, что, например, медиакоманда в такой проект нужно как минимум 5 человек. То есть это должно быть построено все принципиально по-другому. Это должен быть шкипер, который занимается своей работой шкиперством. Шкипер именно гонщик, да? Потому что в таких проектах еще очень часто есть капитан лодки, который, собственно, капитан. Шкипер не занимается, собственно, капитанством. Шкипер гоняется. Самое главное, что это партнер, который понимает, зачем это делается, который понимает, что у этого есть какая-то отдача, которая знает, как посчитать эту отдачу. Вот, например, у меня есть некоторые цифры, которые мне сказали, те, кто работают с проектами Венди Глоб, в Лиссабле, например. В Лиссабле лодки, которые... Там у них 2 лодки, 3 лодки, которые не из первых, да? Которые вот там ходят в последние, где-то, третий четверти. Они за каждый потраченный евро спонсор отбивает 6. Иногда 8, иногда 10. Это проекты, которые не выигрышны. Я не представляю, сколько отбивают там тот же самый Фьюго Босс или Шараль. Вот. Когда смотришь, насколько это все популярно во Франции, что сейчас уже на предварительно, на следующий Венди Глоб 50 проектов претендует. 50. Вот. И когда ты понимаешь, что несмотря на пандемию, несмотря на какой-то, ну, экономический спад, что большим компаниям это выгодно, никто не будет вкладывать миллион евро в невыгодную историю, да? Чтобы тот же банк популяр, он продолжает. Там Армель Лекляш в Рудюром просто разобрал Тримаран на мелкие клочки. Просто его не стало. Он как бы взорвался. Вот. После этого у Армеля появилась новая Аймок. В общем, понятно, что это как-то выгодно. И хотелось бы, чтобы нашелся кто-то, кто посчитает, что это выгодно. И в России, наверное. Хотелось бы российский проект. Что было бы неплохо вложиться в такую штуку. Шкипер есть. Шкипера можно как-то натренировать. Ирина, зарубежным яхтсменам сложнее или легче находить спонсоров? Как ты думаешь, как ты знаешь? Сложнее. Каждый зарубежный, практически каждый зарубежный спортсмен, кроме Германии, жалуются, что очень трудно. Испания, Италия жалуются на ту же проблему, что парусный спорт имеет репутацию элитарного спорта и такого времяпровождения с бокалом шампанска. Вот. Очень трудно найти финансирование. Все немецкие проекты в шоколаде сейчас. Все немецкие проекты, которые я знаю, да. Ну, правда. Вот. У всех хорошие спонсоры, все у немцев в порядке. Я, кстати, разговаривал перед стартом с австралийским гонщиком. Он тоже самое жаловался, что никакого внимания ни со стороны медиа, ни со стороны спонсоров. Что странно, в Австралии, в Австралии, Новой Зеландии столько интереснейших проектов, а к нему внимания нет. Ну, потому что тоже нужно... Все зависит от того, кто ты, откуда пришел и как ты сам работаешь. Потому что здесь, во Франции, тоже есть люди, проекты очень бедные, есть проекты богатые. Когда разговариваешь с людьми, ты видишь, как они покупают нотки за крупные деньги в огромное количество. Потом тебе просто объясняют, что этот чувак, он сын того-то предпринимателя. А вот этот чувак или эта девушка, это дочка одного из самых известных яхтсменов современности. И как бы все немножечко встает на свои места. Нет. В связи с этим, веришь ли ты в возможности России? Наверное, вопрос подразумевает и возможности спортивного характера, и возможности того, что эти проекты будут поддержаны отечественными спонсорами. Я, как всегда, могу сказать, что у России большой потенциал. Но, как мы знаем, в России не каждый потенциал становится реализованным. На самом деле я не вижу... Ну, я, может быть, не могу судить, потому что я не профессиональный маркетолог. У меня недостаточно знания об этом. Но я не вижу, чтобы люди понимали, как работать с таким проектом. спонсоры, чтобы они понимали и знали, как работать, чтобы у них было четкое формирование какой-то имиджевой рекламы. Основное, что мы предлагаем спонсорам, это использовать проект в ваших целях. Использовать проект для вас. Мы вам даем проект. Блин, берите. И вот хотите фотографии делать, хотите видео делать, хотите вот мое лицо. Никто не использует. Я просто как бы в шоке, если честно, потому что такая история, которую можно было бы эксплуатировать на протяжении уже четырех лет, а люди почему-то по-прежнему не эксплуатируют и думают, что это я должна им сделать какой-то материал и у себя разместить. Блин, это не так работает. Это работает не так, если мы хотим добиться высоких результатов. Но мне, чтобы как бы, наверное, чтобы сформировать свою точку зрения, еще нужно очень много поработать с разными презентациями. Ну и главное, что это совсем другое направление, быть шкипером и продавать проект. Так или иначе, я вынуждена об этом думать, но, к сожалению, из-за недостатка образования в этой сфере, из-за недостатка опыта, из-за недостатка времени, я не могу презентовать эти материалы каким-то достойным способом пока. Но, безусловно, я вынуждена об этом думать. С точки зрения, скажем так, потребителя информации, то, что ты сама лично делаешь для спонсоров, на мой взгляд, уже, так сказать, все, что ты могла, действительно, сделала. Так уж представлено. Ну, ты их всех любишь, я знаю. На самом деле, это не громкие слова. То есть с таким уважением ко всему этому относишься. Молодец. Еще один из вопросов, наверное, тоже связанный с этим. Приходится же, вот ты сама сказала, преодолевать большие трудности и зачастую непонимание, и спонсоры не понимают, зачем, и как, и что. И люди задают глупые вопросы. Что тебя мотивирует вообще оставаться в этом проекте? Вот два года тяжелых, я знаю, что давались нелегко. Два года, но ты осталась до конца, их прошла. Что мотивирует? Слушай, ну, как-то, если все бросить, себя же уважать не будешь. Потом, ну, ты все бросил, а дальше что? Как дальше жить? Куда идти? С чего дальше делать-то? Ну, все-таки ты заявляешь какую-то амбициозную цель, амбициозный проект, люди в тебя верят. Нужно довести все до конца. Другие делают, но ты уж соберись, да сделай. Вот сейчас ты, вот, скажем, уже вот на таком уровне, чемпион Франции, один из лидеров трансатлантической гонки. Начиналось-то все, сколько уже, четыре, пять лет назад, наверное, совсем с другого. Первые шаги ты делала. Как вообще тебя занесло, забросило в мини-транзаты, в класс мини? Тоже вопрос из интернетов. Да, но это же было как раз, наверное, первое такое решение. Ну, первый именно проект, который появился в голове. То есть до этого мы занимались все парусным спортом, это не было каким-то таким сформированным проектом. Вот я когда задумывалась о том, что неплохо бы мини-транзат сделать, я год об этом думала, а потом тебе позвонила. Потом я позвонила Андрюхе, говорю, Андрюха, есть такая мысль? Вот, Андрюха такой, ну давай. И мы еще сначала сделали этот, у нас атлантический рекорд. Тут есть возможность добрые слова сказать в адрес Микаэля. Да. Не стесняйся. И как раз как бы трансатлантический рекорд, он был таким, и для меня, и для Микаэля, таким как бы пробником, что ли, того, как работать вообще с... И с тобой мы тоже начали с трансатлантического рекорда, потому что это был пробником, действительно, как работать там с информацией. Мы тогда такие только пробовали. Вот, попробовали вот это все запустить. Потом мини-трансат. У нас была большая медиаподготовка, да, сначала готовили материалы, чтобы люди узнали о том, что такое мини-трансат. Мне кажется, откликались хорошо все. То есть сразу идея нашла, отклик в сердцах. Не только профессиональных. Как раз профессиональные, наверное, гонщики с неким скепсисом относились к попытке девушки сунуться в трансат. Ну, ты знаешь, профессиональные, именно чисто профессиональные гонщики, мне кажется, очень редко меня комментируют, и я не знаю их мнения. Комментируют какие-то, кто считает себя профессиональными гонщиками, но так как они пока еще не являются. Вот. Ну, там был, да, негативный отклик. Типа надо сидеть дома, варить борщи. Обидный, несправедливый. Ну, знаешь, сейчас я практически никогда не встречаю такого мнения, что я занимаюсь не своим делом, когда это было прямо как меня транслировать, что ты суешься не в свое дело. Ну, сейчас результаты не позволяют так говорить. Может быть, мужчины, их смены найдутся какие-нибудь, которые завидуют успехам женщины, но это единственные, наверное. Мне кажется, что в парзенспорте все меньше и меньше места сексизма, и все больше и больше нужно не мужчина ты или женщина, ну, какой-то репеттимент. Тем не менее, Ирина, вот мы были свидетелями того, как тебя приветствовали на награждении вот за прошлогоднюю победу в чемпионате. Выходило на сцену шесть человек. Ты получила самые бурные, самые подолжительные овации, свист одобрения и, так сказать, крики французов и всего флота. То, что ты девушка, тоже как-то влияет на отношения. То, что ты справляешься, ты девушка, и ты справляешься наряду с серьезными, сильными мужчинами. Нет? Во франции очень важно, насколько ты упорный. Вот, типа, когда ты самые отмороженные, самые упорные, вот тут тебе как бы будут кричать. И все знают, насколько, как бы, ну, сколько неудач у меня было, насколько много я в это все упиралась, сколько много я дожила, народ в курсе. Вот, поэтому, на самом деле, все мне желают всего самого лучшего и радуются искренне французам моим результатам. Ну, они знают, что это непросто. Понятно. А чем закончится этот мини-транзат? Ну, понятно, что он закончится финишной линией, но, на самом деле, интересует, а что будет после финиша? Вы же окажетесь вдали не только от Родины, но вообще от Европы. Назад как возвращаетесь? Знаю, что, опять же, нанимают или как-то арендуют большое судно, на которых лодки, на палубе которого лодки перевозят обратно на континент. Есть вообще случаи, когда кто-то второй транзат делал в обратном направлении, чтобы вернуться в Европу, или все так наедаются, что нет? Такие случаи есть. Такие случаи были, но класс мини это не поощряет, и даже были такие разговоры у нас сейчас, потому что карту стоит очень дорого, в этом году стоит дороже, чем в прошлом, а в этом году, ну, это действительно дорогая. А заказывает оргкомитет централизованно, да? Класс мини ищет компанию, которая предложит лучшие условия. Не оргкомитет, а, например, класс мини. Класс мини. И на самом деле, то, чем мы занимаемся, это немножечко за гранью разрешенного. Морские власти Франции, я не буду называть специальные органы, потому что я не знаю специального названия, но почему. То, что у нас лодки ходят в категорию 1, при этом они не оснащены полностью, в категории 1. У нас есть допуски, но не полностью. Мы не полностью отвечаем этим требованиям. И самое главное, что во время любого плавания должна нестись круглосуточная вапка, и как ты будешь нести круглосуточную вапку, если ты один не можешь спать. Вот, в общем, мы немножечко за гранью. И в любой случай крупной аварии, в любой случай официального спасения, в любой случай вращения координационный центр, в любой случай активации ПИР, в любой вылетевший вертолет, это удар по репутации класса мини. И в какой-то момент все мы боимся, что гонки по мини-трансад или вообще вот одиночные гонки на миниках могут запретить. Поэтому мы стараемся очень внести честь класса и не допускать ситуации. А если кто-то хочет пойти в обратный трансад в одиночку, то, скорее всего в 50% случаев с вызовом вертолета и спасательной операции, потому что это будет совсем по другое время, совсем по другим условиям, совсем по другим циклонам. Случаи были, в 50-е с них не дошли. 50% людей, которые шли в обратный трансад в одиночку потеряли лодки. Риск достаточно большой и риск для класса мини достаточно большой, поэтому в основном не проводилось в развитительскую работу с шпатерами, что такого желательно не случалось. И все-таки хотелось бы тебя немножко попросить не так лаконично ответить на вопрос «А что дальше?» Как ты сказала, собираюсь по поводу шага в будущее. А собираешься в каком направлении все-таки? И на одиночные гонки? Я сказала, было бы неплохо, наверное. Такой-то более старший класс. То есть мини-транзат для тебя точно последний? Или вот на данный этап, да? Ну, на данный этап для меня трансад действительно последний, потому что выдержите еще два года готовки в состоянии. Я сейчас еще мало полностью со своей силой. Мне нужно каким-то образом свою жизнь наладить, потому что я два года не была в России практически, потому что просто не получилось. мне нужно как-то наладить свою работу уже нормальным образом. Есть чем заняться помимо мини-транзата? Нет, я бы не так сказала. Есть чем заняться, вернее, нужно наладить все, что пришло в упадок. Хотелось бы продолжать ходить в море дальше в одиночку. Как эта линия будет развиваться, я пока не знаю. но безусловно мне нужна какая-то пауза на то, чтобы собрать уже накопленный опыт и каким-то образом его тоже презентовать. Есть о чем написать, сейчас есть о чем рассказать. Провести жизнь в порядок и в дальнейшем. Спасибо за этот ответ, Иль. Ну, не уходи из эфира. Последнее, чтобы совсем уже с чистой совестью, так сказать, закончить. Ответь, пожалуйста, на вопрос. Как ты ела в этой гонке, было понятно, ты описала. А как ты спала? Каков был режим сна и приходится ли отсыпаться после всего этого или привычка уже работает? После длинной гонки уже есть привычка, уже есть определенный распорядок дня. То есть ты, как правило, приходишь на финиш уже не очень уставший. За исключением случаев, если твой финиш был сильно ночной и ты входил в зону, в финишную зону в течение всей ночи. Тогда, естественно, ты уже не спишь в последний участок. А так, ну, те самые 20-30 минут. Спиская по 20 минут, там, больше сложно. Возле Кап Финистер там было потому что мы шли по берегу, потому что были другие участники, потому что были те же самые рыбаки, потому что там очень много судов. Возле Кап Финистера обычно никто не спит. Вот. А дальше вот я доспалась в четвертую ночь, по-моему, в четвертую ночь. Это не значит, что я спала всю ночь, это значит, что я спала по 20 минут много раз. Очень много раз. Вот. Ну, потом было уже немножечко полегче, я спала когда мне нужно ночь, в зависимости от ситуации, там, ночные какие-то шквалы я встречала, естественно, водрячком на палубе, да можно было пойти спать, когда было спокойно спать. Ну, в общем, нормально. Очень трудно представить нормальному человеку, обычному, который спит свои 6-8 часов ночью, что можно вот в таком режиме длительное время существовать, по 20 минут, две недели в океане. Наверное, это невозможно, пока сам не почувствуешь. Вот, на самом деле, это не так сложно, как кажется. Ну, что ж, повторю, вслед за нашими зрителями и читателями всех благ, удачи на втором этапе, спасибо за то, что ты делаешь, что делишься, чем делишься со всеми своими поклонниками болельщиками. Спасибо большое, Ира, за этот эфир, за нашу беседу, спасибо вам, дорогие друзья, за ваши вопросы. Надеюсь, что на большинство из них мы ответили. Если я прозевал какие-то из них, не сердитесь, извините, пожалуйста. Вот. Ну, и от себя тоже пожелаю Ирине удачи в оставшиеся дни отдохнуть, окончательно, так сказать, справиться с техническими вопросами, которые перед ней стоят. Вам всем, друзья, желаю хорошего настроения, не переставайте интересоваться океанскими гонками, болейте за Ирину. Спасибо большое. Ирина. Да, наш проект можно поддержать. У нас есть небольшой онлайн-магазин проудфандинговый, где можно приобрести наши сувениры и таким образом поддержать то, что мы делаем. Да? Не стесняйтесь. Ссылка в описании. Спасибо большое. Пока-пока. До новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok